Всем привет, я Макс. И сегодня у нас топ 5 смартфонов из Китая за 300 долларов. И в данном топе я расскажу про 5 лучших смартфонов из Китая за данную сумму. Ну и начнем мы с прошлогоднего флагмана. Это Nubia Z17s. Данный смартфон в наше время имеет стандарт для флагманских устройств. Стекло на тыльной части, металлический каркас. Хотя вот на тыльной части из-за размещения камеры или еще чего-то, он смотрится не очень стильно. Но как по моему мнению. Лицевая же часть выглядит наоборот, просто шикарно. Дисплей по краям традиционно для ZTE имеет максимально тонкие рамки, которые и вовсе не видно. Ну а сверху и снизу имеются небольшие рамки дисплея. И данная конструкция, думаю, очень обрадует тех, кто не любит вырезы в экране. Да, сам дисплей имеет размер 5,7 дюймов, разрешение Full HD+. А матрица яркая, сочная IPS высокого качества. За производительность здесь отвечают уже, конечно, не свежий. Но все еще актуальный топовый процессор прошлого года. Qualcomm Snapdragon 835. Который сегодня сравним по производительности со Snapdragon 710. Ну чуть-чуть получше. И примерно так же хорошо справляется с играми. Ну и, конечно, по части программ и самой системы проблем также у вас не возникнет. Работает смартфон на системе Android 8.1. Хотя, если вы будете заказывать, он, вероятно, придет на Android 7. Но он должен будет обновиться по воздуху. Так как прошивка самообновляемая. Что касается камеры, то она здесь точно показывает результаты выше среднего уровня. Две камеры на 12 плюс 23 мегапикселя от компании Sony. Как всегда, у ZTE с хорошей цветосильной оптикой. И смартфон делает отличные снимки и днем, и даже в вечернее время суток. Видео пишет до 4К. Присутствует электронная стабилизация. Оптической здесь не имеется. По автономности смартфона хватает на один день, но не более. Аккумулятор не такой уж и крупный, но вполне достаточный. Зарядка самого смартфона происходит до полтора часа. Что достаточно быстро. По связи здесь имеются все нужные частоты для России в 4G диапазоне. И Band 7 и 20. В итоге данный смартфон подойдет для тех, кто хочет получить шикарный дисплей, а также высокую производительность и хороший фотоаппарат. Хоть и смартфон вышел в прошлом году, но благодаря обновленной прошивке, он сегодня может быть актуальным и интересной покупкой. Его стоимость сегодня чуть более 300 долларов. Следующий смартфон это притоповый для компании Xiaomi Xiaomi Mi 8 SE. По внешнему виду смартфон точно не выделяется среди конкурентов, но его точно можно назвать немного квадратным. Сам корпус получил крепкий металлический каркас по краям, на тыльной части разместилось стекло. Также стоит сказать, на корпусе имеется инфокрасный порт, два микрофона и USB Type-C. А также поддерживает две сим-карты без поддержки карты памяти. Также и нету разъема для наушников, вместо него переходник. Дисплей здесь не самый крупный, 5,88 дюймов и матрица Super AMOLED. Разрешение Full HD+, стекло Gorilla Glass 5-го поколения. Сама матрица очень яркая, как у флагманов. Процессор в смартфоне самый свежий, Snapdragon 710, среднего топового уровня, а также 6 гигабайт оперативной памяти. Есть, правда, варианты и поменьше, но и стоят дешевле. Производительность системы отличная, плавная, претензий к ней нет. Что касается игр, то смартфон потянет на максимальных настройках World of Tank Blitz и Asphalt 9. Ну а самые мощные игры, такие как PUBG Mobile, пойдут максимум на средних настройках. По камере здесь установлено два модуля на 12 плюс 5 мегапикселей, есть поддержка размытия, а также видео до 4К. Фотографии получаются насыщенные и с хорошей детализацией для 12 мегапикселей. В целом, это обычная камера чуть выше среднего уровня, с хорошей светлой оптикой. Также отмечу, что по связи в смартфоне все отлично. И что касается навигации, тут есть поддержка всего, что имеется, то есть GLONASS, китайские спутники и Galileo. Если слушаете музыку через Bluetooth, то здесь имеется поддержка APTX кодека. За автономность здесь отвечают аккумуляторы на 3120 мА. И этого всего, благодаря энергоемкому процессору, хватает спокойно на один день при обычном нормальном использовании. В итоге смартфон подойдет для тех, кто ищет свежий, интересный аппарат с хорошим процессором и ярким дисплеем, как у флагманов. Но не стоит забывать, что здесь нету поддержки кард памяти и нет разъема для наушников. Версия на 6128 гигабайт стоит 282 доллара. А есть версия и на 464, которая обойдется всего лишь в 230 долларов. Но и рекомендую брать версию побольше, так как нету поддержки кард памяти. Следующий смартфон занимает среднее место, то есть третье, это Meizu 16. Meizu 16X. Смартфон по внешности имеет полностью металлический корпус. На тыльной части установлено две камеры и вспышка под ними. В целом обычный средний смартфон из Китая. Ничего выделяющего в нем нету, но отмечу его небольшой вес в 154 грамма. Размер дисплея составляет 6 дюймов, а матрица Super AMOLED. Разрешение у нее, как обычно, Full HD+. Производительность устройства на высоком уровне работает на Android 8.1 с оболочкой от Meizu. Главное сегодня это то, что в нем установлен свежий процессор Snapdragon 710 и 6 гигабайт оперативной памяти. В игры вы также без проблем поиграете в Pup Mobile, Ptanky, а также Asphalt 9. Что касается камер, то здесь установлены хорошие камеры, основная на 12 плюс 20 мегапикселей. Модули от компании Sony. Есть функция БК, а также присутствует оптическое двухкратное увеличение. Видео поддерживает разрешение до 4К. Кроме всего этого, имеется оптическая стабилизация. Фронтальная камера с высокой четкостью на 20 мегапикселей порадует любителей селфи. Отмечу также хорошее звучание в наушниках, как всегда у Meizu, на хорошем качественном уровне. Автономность в смартфоне стандартная. Аккумулятор установлен на 3010 мА. Его хватит спокойно на один день. Зарядка происходит за полтора часа. В итоге данный смартфон подойдет вам, если вы хотите хорошую свежую начинку, а также хорошую камеру со стабилизацией, дисплей AMOLED и много памяти, как своей, так и встроенной. Смартфон стоит сегодня в Китае от 315 долларов за версию на 6,64 гигабайт. Ну а на втором месте у нас расположился презентабельный Nokia X7. По внешнему виду смартфон выглядит очень хорошо, как по мне. Стекло на дельной части, а также приятный, интересный цвет, придает смартфону дороговизны и шика. Дисплей здесь уже привычного, сегодня крупного размера 6,18 дюймов и разрешение Full HD+. А матрица IPS, сверху имеется вырез, но его можно скрыть в настройках прошивки. И в целом, благодаря внешнему виду и качественному дисплею, смартфон выглядит очень привлекательно, дорого и из-за чего его и хочется купить. За производительность здесь отвечают свежий 8-ядерный процессор среднего топового класса Qualcomm Snapdragon 710 и 4 либо 6 гигабайт оперативной памяти. Все это дает смартфону отличную производительность в играх на высоких настройках. Ну и также благодаря хорошей системе на чистом андроиде им приятно пользоваться. Да и андроид версия тут 8.1. По камере смартфон имеет два модуля на 12 плюс 13 мегапикселей с хорошей светосильной оптикой от компании Zeiss. Даже в вечернее время смартфон делает достаточно яркие фотографии. Конечно, с присутствием шума. Но в целом, про фотографии я сказал бы, это уровень выше среднего. Из дополнительного есть функция размытия, видео пишет до 4К, а также присутствует OIS, то есть оптическая стабилизация. По автономности смартфон также довольно неплох. В нем установлен 3500 мА аккумулятор, чего вам хватит для частого использования смартфона на один день точно. А то и останется на следующий. А его зарядка происходит за 1 час 40 минут с помощью ускоренной зарядки. В итоге смартфон отлично подойдет вам, если вам необходимо свежее железо, неплохая камера и хороший аккумулятор. И, конечно, шикарный стильный внешний вид. Данный смартфон все это имеет. И его стоимость также радует. От 260 долларов за версию 4.64 гигабайта. Ну и на первом месте у нас самый производительный Xiaomi Pocophone F1. По внешнему виду выглядит обычно не ярко. Обычный средний смартфон в пластиковом корпусе. Но отмечу, что на корпусе присутствует разъем USB Type-C и 3.5 мм аудиоразъем. И даже нашлось место для отдельной карты памяти. Дисплей имеет обычную недорогую матрицу IPS. Размер составил 6-18 дюймов. И разрешение Full HD+. А леофобное покрытие присутствует обычное. За мощность смартфона отвечает топовый сегодня процессор Snapdragon 845 и 6 гигабайт оперативной памяти. Все это, конечно же, быстро работает. Тяжелые игры работают отлично, отзывчиво и без лагов. PUBG Mobile, Asphalt и другие такие же игры. Также и прошивка работает хорошо на Android 8. И компания Xiaomi постоянно работает над данным смартфоном. И прошивка уже обновляется до 9-й версии. Что касается камеры, она здесь на 12 плюс 5 мегапикселей от компании Sony. Хорошая обычная камера среднего ценового сегмента. Но не более того. Но в целом данная камера соответствует стоимости 200 долларов. Видео пишет она до 4К, но без стабилизации. По звуку здесь имеется кодек APTX и сами динамики громкие. По автономности здесь установлен 4000 мА аккумулятор. Чего спокойно хватает на сутки при активном использовании устройства. Но при обычном использовании смартфона хватит на 2 дня. Заряжается смартфон за полтора часа полностью. То есть присутствует быстрая зарядка. В итоге данный смартфон отлично подойдет тем, кому нужен самый высокопроизводительный процессор за данную сумму. Конечно же имеются минусы, как обычная камера, пластиковый корпус, нету NFC датчика. Но скорее всего вы хотите купить смартфон для игр. И с этим он справится на ура. Главное, что при этом всем смартфон сегодня стоит всего лишь 300 долларов. И за такой процессор это самая небольшая стоимость сегодня. Ну а все ссылки на данные смартфоны внизу в описании. Ну а если понравилось данное видео, нажимайте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. И не пропускайте другие топы на нашем канале. Удачи всем и пока! Субтитры сделал DimaTorzok